Подожди, спокойно. Начинаем сначала. Здравствуйте, как уважаемые любители летных видов спорта. Я сейчас ослаблю ремни, подвески. Я таки дотянусь, посмотрю, заодно пишет ли камера. Пишет камера. У нас контент огонь, друзья, вообще. Вы такого еще не видели на канале Мечта Летать. И сейчас мы снимаем контент, как пописать на высоте 4182 метра. Сразу скажу, я уже сделал. Вот бутылочка. Можно сдавать на VLEG. Если проходить VLEG, в России нужно сдавать анализы, а во Франции нет. Могу сохранить и привезти. Прямо с 4000 анализов. У Эдуарда более сложная задача. У него нет бутылочки. Он вообще это никогда в жизни не делал. А ему тоже надо. Поэтому мы... Видите, у нас один бутылочник на борту. Это я. Потому что я принципиально считаю, что засорять природу не нужно. Вот этими пакетиками и так далее. А Эдуард у нас вынужден на пакетник. Но мы, может, аккуратненько этот пакетик довезем до земли. Мы летаем в волновых потоках. Летаем встали мы в 5 часов 15 минут. Взяли волну. У нас совершенно замечательное настроение. Его портит только одна вещь. Хочется писать. Потому что, вы понимаете, да? Если ты пил утренний кофе, чай и сок, что мы делали, в общем-то? А потом забрался на высоту 4200 метров. Здесь вообще-то холодно. Видите, в шортах я хотя... То вот это вот все вместе с холодом вызывает усиленное, так сказать, отделение. И как это сделать на борту на высоте 4200 метров? Расскажу вам глубокую теорию. Во-первых, существует несколько типов. Два способа, как минимум. Первый из них – бутылочный. В этом случае вы возите на борту бутылочку. Так сказать, с большим горлышком. Я вам уже демонстрирую свой вариант. Процесс тот же. Понимаете, почему стесняются люди говорить о том, как писают на высоте бутылочку, но не стесняются, как они писают, сдавая анализ. Вот так мы это сделали. Да. Тут главное что? Главное – успокоиться. Потому что основная проблема – когда хочешь писать, не отмечаешь. И на высоте такой, ну как бы, как вам так правильнее сказать, Эдуард, можешь уже, уже можешь, да. Он терпел, потому что я ему еще не разрешал. Ролик же снимаем. Да на самом деле нет, я в процессе был, на самом деле. Ты в процессе был? Ты уже все, что ли? Да, я все. Черт, друзья, не успел. Не успел, я думал прям снять, как в процессе. И у Деварду думал теорию почитать. Но видите, он без теории справился. Он относится… Нелегкое это делать. Нелегкое. Он относится… Ну ты еще расскажи. Легкое это не делай, не легкое, Эдуард. Не легкое. Посмотри на камеру. Посмотри влево. Так я еще никогда не делал. Так ты еще никогда не делал. Ну ты там пристегиваешься потихонечку. У меня сначала надо деться. Одеться. Да, наверное, да, у него… Ты станок-то полетать. А ты в станок или в шортах? Да у меня в шортах, а в станок, потому что я знал, что будет плавным. Да, препятствуйте, одеваются теплые трусы с насчетом. Да, очень много. Ну и у меня шорты одни. Я в задней кабине, мне не так холодно. На Эдуардо, представляете, две пары штанов, шорты. Пока это все расчехлишь. Это первая проблема. Вторая, ну, говорю, что нужно спокойно расслабиться, вот когда уже все готово. И в таком релаксе, мы же на высоте, в волне. То есть нас не трясет. И в принципе в таком месте можно сделать это все. Второй способ – это пакетик. Я пакетики не люблю, по той причине, что они засоряют окружающую природу. А мы же, я не с зелеными. Но я за хорошую экологию, потому что, ну, смотрите, это некрасиво. Но в крайнем случае, если уж вот все, другого выхода нет, то что не взрываться же на борту. И в такой красоте находясь. Посмотрите, как красиво волна работает от Пикдебюра. И вот в такой красоте достается пакетик. Раскладывается, так сказать, в нише от ручки управления. Сейчас я вам продемонстрирую ручку управления. Здесь же, кстати, в процессе, если нужно сделать что-то, вот я покажу, как это делать надо. Вот, Эдуард, ручку я сейчас на правом перемещу. Вот так вот примерно ставится бутылочка. И, так сказать, она должна стоять с небольшим наклоном, иначе вы не сможете ее наполнить. Вот таким образом, расслабившись, так сказать, делают дело. Сложнее это дело сделать, естественно, на одноместном планере, потому что так-то я могу дать попилотировать Эдуарду, и он сможет заменить меня. А в одноместном планере приходится все делать самому, но я тоже делал, где-нибудь находишь длинный переход между облаками, там, на маршруте, и спокойненько все это делаешь. Почему я, еще раз повторю, не люблю пакетик пакетчиков, сейчас покажу вам почему. Вот, видите, озеро Сирпансон. Вот оно, это озеро Сирпансон. И там находится горка, самый лучший парапланерный старт, Сент-Висент-Лефорт, на том рукаве озера, который идет в долину Барселонета. Небольшая горка, совсем маленькая, и на ней летает огромное количество парапланеристов. И находится система паркур, длинная система гор, которые по ней, как говорят, паркурят, очень быстро летают. И вот в районе конца паркура часто наблюдается такая зона, где... Ну, то есть ты прошел какую-то сложную дистанцию, вот первое место, где хорошо, где спокойно. И вот там почему-то все пилоты решают, ну вот, ну, можно уже, так сказать, облегчиться. И покойника в небе делают свое дело. И те, кто пакетчики, они, естественно, благополучно сбрасывают свои результаты, так сказать, экспериментов воздушных. И есть там домик, мы жили у тетушки, и эта тетушка говорит, что, ну, слушайте, вот почему мой дом? Вот почему? И показывает, ходит там, показывает, значит, у нее на кустах развешаны вот эти пакетики, презервативы упавшие. То есть она их фотографирует, показывает, пишет жалобы во все, значит, органы, что как так, значит, меня с неба вот этими пакетиками забрасывают, так сказать, планеристы, парапланеристы. Ну, вот так у нее дом расположен. То есть крайне неудачный такой садик. Вот, видимо, розы метров, еще что-нибудь. Я сам видел там вот это в приличном количестве. Ну, и фотографии, опять же. Поэтому друзья, которые летают на парапланах, планерах и всем остальном, ну, переходите, так сказать, в разряд бутылочников. Если вы что-то делаете, это возите с собой. Это не так сложно. Это вот как, знаете, вот взять и пойти в огород соседу. Завершая тему, как писают в планере, скажу, что сложная проблема это планер с параллельной посадкой. Многие любят такую посадку за, назовите, последовательная посадка. Сижу я, впереди сидит Эдуард. Поэтому мы в таких интимных кабинках, где каждый может заняться своими делами, индивидуально. Но если посадка параллельная, рядышком, то можно попросить отновлиться. Клаус, например, когда летал, допустим, с моей женой, он говорил, Наталья, я вот сейчас тут планирую, Клаус, кстати, единственное, с чем мы не сходимся с ним, он пакетчик. Достал пакетик и все, и вот, так сказать, вперед. Ничего страшного, человек понимает, что на одном борту, ну, ну, что делать? Ну, как-то надо что-то делать. Так что у нас более удобная кабина, устроенная с точки зрения, пописать. Кьюстон, у нас проблемы, друзья, у нас восстание машин на борту, сели, телефон перегрелся, камера, батарейка села, и так далее, не успели дописать видео, как писают товарищи планеристы до конца, и все починили. Нам не так жарко сейчас, у нас, видите, волновая линза зажглась тут головой, и поэтому она закрывает обогрев нашего планера. То есть, греемся мы, друзья, хоть и в шортах я летаю, но у нас достаточно тепло, потому что лучи солнца, которые проходят через фонарь, достаточно сильно нагревают кабину. Ну, и вот я сижу, мне комфортно, несмотря на то, что он за бортом, на этой высоте, 4300, видите, горит снежинка, достаточно холодно, то есть, минус уже. Ну, я, вот видите, в конюлях, кислородик, все дела. Хотел я еще поговорить о собственной свободе, о том, что вот эта свобода, любая свобода, вот как мы сейчас свободно летать в небе, то, что мы можем взлететь полчаса до восхода солнца, отправиться путешествовать в это небо, при этом не подаем ни заявку, не составляем никакого флайплана, ничего этого не делаем, крюкнули в рацию, что мы взлетаем в Афирс, у нас нет диспетчера на аэродроме, и полетели. Вот эта свобода начинается с уважения, наверное, свободы других, то есть, свобода личная рождается от уважения и свободы других людей, и вот одна из свобод, это не срать новогород соседу, не кидать бычки, не кидать бутылки с... там, вот я видел машины в Москве, когда летит, чувак пьет там пиво и бутылку вот так вот на газон выкидывает. У меня был... ну, есть сейчас замечательная машина, зелененький такой, линкрузер, древний, очень-очень обожаю Татош, он до сих пор жив, отлично ездит. Я на нем просто перегораживал дорогу машине, которая ехала, выкидывала банку пивную на бочку и просил людей поднять и выкинуться. На... москвичи вот такие там на понтовых машинах возмущались, говорили, это что мы тут должны что-то выкидывать? Мы тут вообще это что? Я говорю, вы живете в городе, вы сырете? Зачем вы сырете? У нас есть лица разных национальностей, которые, значит, за нами должны убирать, мы им работу обеспечиваем. Сволочево, вот вы кто. Если вот кто-то так делает и смотрит это видео, чтоб вам там на том свете также вспомнилось карму испортили, импортите дальше. Окурок выкинуть на обочину, то же самое. Вы обеспечиваете хорошую работу людей, а не вот такой херней. Вы убираете с собой бланки, окурки, не превращайте планету в помойку. Не скажу, что это там в России только, потому что это везде. В тот же Польше я ехал, прекрасная парковка, но уровень, допустим, не знаю, как назвать этот, интеллект людей, которые ездят и останавливаются на этой парковке, такой, что они позволяют выкинуть окурок в песочницу, где копается ребенок. И дальше ребятенок мой копается среди песочни, в песочни среди окурков. И этого много, просто все усыпано этими окурками. Ну, это же свидетельство откровенное. Тем более, что рядом стоят урны. Я понимаю, что когда в Подмосковье там валяются груды мусора, это начинается с того, что вы на свалку не можете вывести прицеп с мусором. Вот здесь, там вот правое крыло показывает на... Сейчас я вам ДШ-3 покажу нашу официальную помойку. Вот там вот, у лесочка есть место, где я могу привезти любой мусор, там, шести типам выкинуть, сам прицеп мусора привезти, ни копейки меня за это не возьмут. И моя свобода не мусорить начинается с того, что я свободен взять и сдать мусор. Ну, в конце концов, я бы, наверное, и заплатил бы что-нибудь, но местные власти считают, что это дело государственная сборка и утилизация мусора. И поэтому здесь чисто от сознательности людей, от того, что люди, не знаю, ну и... Ну вот, а дальше встречаешь человека, я говорю, зачем ты это сделал, зачем ты здесь насрал? Он говорит, а я вот... А тут же, посмотри, тут мусор уже лежит. Вот я вот эту помойку, прицеп говна выкинул, просто потому, что здесь кто-то до меня выкинул. А начинается это с одного человека, который едет с дачи, выкинул. Ну и в литовских лесах я тоже самое видел. Это по всей планете. Такое есть, но оно исчезает с моментами исчезновения быдла, потому что быдло низкообразованное, которое считает, что можно пойти на пикник и насрать на этом пикнике, которое считает, что можно пойти, поехать на озеро, и там можно поехать на поле, трасса М4 Дон, 134-й километр. Там людей, которые останавливаются, кушают в говне, вокруг валяется куча дерьма, пакеты, не знаю, дальнобойщики туда трупы лошадей скидывают, арбузов водителей, которые фура гнила, тоже не постесняются, туда гавкнут эти арбузы. Фу! Вот это свинство, начинается просто, не знаю, уровень образования нации, воспитания нации, и вот с этим нужно бороться. И с этого начинается свобода. Когда люди станут образованнее, когда их начнут лучше учить в школах, воспитывать лучше родителей, не знаю, тогда мы будем, тогда вот это будет мечта летать, жить. И там, ну да, вот тут я соглашусь, что, как это, не с самой головы, не с верхушки власти, это начинается от людей, живущих в стране. Поэтому, если у вас есть такая возможность, проводите какую-то разъяснительную работу, просто попытайтесь с человеком поговорить, объяснить, что срать плохо, что выкидывать окурки плохо, что на дороге вот так делать, выкидывать банки плохо. Я просто в какое-то время блокировал дороги, развлекался этим, да, мог получить из газовых пистолетов морду, скорее всего. Ну, я считал, что это моя миссия. Я срывал плакаты, например, по Москве стояли вот эти плакаты, рекламирующие недвижимость, или там еще что-нибудь, или еще что-нибудь, они летали, это стояли машины, газели всякие, старые рухляди, и можно было поставить эту старую люкную, рухляди, повесить на ней баннер, и этот баннер, ну, вот он висел, эта реклама, типа, человек какой-то на этом зарабатывал, но я чуть не попал в аварию за этой машину, она переградила обзор, я реально чуть не расстался с жизнью. После этого подумал, моя свобода, жить спокойно, начинается от свободы, ну, вот, не ставить так машины, то есть, это обход закона, то есть, закон есть размещать баннер? Есть. Парковать, запарковать машину можно? Можно, но там нарушает. И я спросил у милиции, ребята, а вы вот почему их не убираете? А говорят, мы убираем каждый день, но у нас там какие-то на эти эвакуаторы запас денег есть, он кончается, или там норм. И дальше мы не знаем, что с этим делать. И машина, я говорю, сейчас с нарушением припаркованного, с нарушением. Могу я сорвать, ну, с меня баннер? вы знаете, ну, как бы, вы можете, вы не можете, вы в этом случае нарушите закон, вы испортите там эту машину, как бы, типа, но потом он поворачивается ко мне, там, подмигивает и говорит, ну, вы же, в принципе, можете делать, что хотите, если вас в этот момент не поймают. И я спокойненько на глазах у сотрудников срываю баннер с этой машины и уезжаю. Я добился, друзья, вот такой позиции, того, что при мне перестали парковаться порядка шести машин. То есть я очистил город от трех машин, шести машин, которые в разных местах просто мешали в момент пробок, они мешали, они мешали, в конце концов, аварийно запарковаться машине, которая сломалась. Ну, вот в этом начинается, не знаю, анархизм какой-то в этом случае. Нет, я считаю, что так должно быть. То есть это моя позиция, я считаю, что не я нарушаю закон, а люди, которые делают вот из малой рекламы в Москве, дают декирище, она лишняя там. И вот уничтожив эти машины, шесть машин, на моей совести, я считаю, что внес какой-то положительный вклад в жизнь на планете. Мне нравилось ездить, тратить какое-то свое время по дороге в гараж любимый и уничтожать эти баннеры в висящей на ржавых газелях. Так, вот это было, знаете, о том, как пописать в планере, видите, немножко в такой социальный ролик превращается. Что бы я хотел вас попросить, есть идея сделать такие ролики, называются ответы на вопросы в небе, и мы можем под этим видео это делать начать, то, что вот, как писают планилисты, один из самых ярких вопросов был. Второй вопрос был, почему в плане или тепло? Почему ли вы летаете в шортах? Но я вам тут тоже ответил. А что это пикает? Пикает вот этот прибор, вариометр, он электронный, он показывает скорость набора нашего планера в атмосфере. Но можем посерьезнее вопросы какие-то придумать, и в этом случае вы будете получать на них ответы вот прям в таком красивом месте можно будет разговаривать и вот так вот летать замечательно. Ох, да, и делать мир лучше. Я сам, друзья, далеко не идеальный человек, я в жизни наделал кучу глупостей, кучу вещей, за которые мне стыдно реально, и сейчас бы, конечно, я там, ну, многие вещи делал бы по-другому. Но человек взрослеет, набирается у него разума, и на самом деле у меня канал, который смотрит там 30 тысяч человек, и я считаю, что я вполне смогу, могу с него некую социальную функцию выполнить. Например, там смотрят дети этот канал, я стараюсь не выражаться, хотя тема вот этого мусора для меня больная. И может быть, человек подумает, ребенок, и поймет, что, ну, кстати, дети хорошо воспринимают идею мусора, идею, чтобы все было красиво. Какой-то вот, есть какая-то прослойка, не знаю, плохо воспитанная, я бы назвал это таким ярким словом быдло. и кидает, срет, гадит, быдло в большинстве своем. Умный человек, воспитанный, никогда в жизни, ну, не знаю, может быть, конечно, так можно воспитать человека, что он будет иметь хорошее образование, например, он будет свиньей. Ну, да, значит, не повезло ему с воспитанием, не знаю, значит, с образованием ему не повезло, значит, еще с чем-то. Но я надеюсь, что все будет лучше. Это такая небольшая социальная часть ролика о том, как классно можно пишеть с планера. Ну, а хорошая свобода начинается с того, что, например, во Франции не нужно сдавать вот эту бутылочку на анализы. То есть здесь ВЛЭК не требует, проходится один специалист единственный, занимает это, как я говорил, 25 минут, 80 евро и все. Вам не нужно собирать кучу справок, вам не нужно три дня этим заниматься, а вам не нужно платить дополнительные деньги сейчас за полеты на самолете, потому что Литер, например, или там еще какая-то компания на два с половиной поднимает процент цены билеты из того, что им придется проводникам проходить вот этот ВЛЭК чаще, чуть ли там четыре раза в год какие-то промежуточные проверки. С одной стороны, конечно, опять же, идиоты, которые любят бюрократов, могут сказать, они за безопасность топят, а вдруг этот бортпроводник умрет в воздухе, а вдруг вот сейчас вот летает, мы слетаем с Эдуардом и инструктор Волков сердечный приступ его хватит на четырех тысячах метрах. Я летаю сейчас на данный момент, я в России не знаю, пройду его или нет, с большой долей вероятности не пройду, у меня сердце бьется сорок оборотов в минуту, сорок четыре, и они, наверное, могут вполне почитать, что такой пилот вообще никак не годится летать, ну просто не годится и все. Он здесь двинет, он конь его в воздухе, и куда дальше денется мой друг Эдуард. Эдуард, ты сможешь посадить планер, хоть как-нибудь, поплюнуть его на какую-нибудь поляну? Ну вот, да, то есть, у нас правило такое, что мы за несколько дней полетов учим пилотирование и учим понимание, как на этом планере можно куда-нибудь приземлиться. Я хотя бы могу теперь аэропорту найти? Да, найти аэродром, спуститься с этой высоты. Поэтому, ну, опять же, Эдуард принимает этот риск на себя, и у нас инструктора имеют влэк второго класса, а в России сейчас нужно иметь влэк первого прокласса, чтобы быть официальным инструкциям в системе гражданской авиации. Ну, в общем, не очень это все хорошо, и это некое влияет на свободу. В данном случае ваша свобода учиться, то есть вам учиться сложнее, вам сложнее, летать на планере просто банально для того, потому что вы должны сделать кучу телодвижений для того, чтобы начать. Пройти этот, в конце концов, вот, ролик есть, как я влэк проходил, там, смеху и греку, на канале он есть. Очень весело. Так, ну, на этой оптимистичной ноте я призываю вас нести некую социальную роль в обществе, ну, как вы можете, как мы отлично поголосовали с вами за отмену дурацкого закона, по которому летать в России станет сложнее. 1600 человек поставило дизлайк, а при пяти лайках это во многом, ну, не только благодаря каналу Мечта Летать, но мы когда делали ролик на эту тему, там в первый же день порядка 1000 человек проголосовало в минус. плюс про планилистов много узнало, а их там проголосовало огромное количество, потому что их в Китае просили полно, планилистов там совсем немного. Так что вам огромное спасибо за это, давайте еще голосовать за то, чтобы не мусорить, за то, чтобы упростить тот же влэк, не знаю, что-нибудь еще, то есть, вот как-то вот, в этом случае, в конце концов, будет, пусть будет так, как во Франции. Знаешь, сейчас мне шлют смс-ки, а ты знаешь, что там во Франции вчера в день взятия Бастилии был, и там был протест против всяких там ковидных репрессий, что там нужна какая-то вакцинация должна быть строгая, еще чего-нибудь, друзья, но у них есть возможность выразить протест и сделать это без всяких проблем в день взятия Бастилии, их за это гроссгвардия не разметает. Вот это некая свобода, поэтому да, классно, если будет как во Франции. И так же с небом, как во Франции, будет можно летать вот так в свободном небе на высоте 4200 метров и общаться с людьми, рассказывать о красоте, ну и о том, как можно славно пописать в планере. До новых встреч, друзья! Эге-гей! Контент огонь! Погода бомба!